Новый сезон начался в Театре Пушкина, причем сразу с премьеры. Спектакль «Костик» — провокационная трактовка «Чеховской чайки» о Дмитрия Крымова. Режиссер, известная своими экспериментами с классикой, оставила от оригинального текста только конвуи героев, а еще оттенок тонкой и горькой иронии. Что получилось, узнала Наталья Тарасова. «Чеховская чайка» кричит со сцены Театра имени Пушкина, только это скорее отсылка к классике и даже не авторское ее прочтение, а новый самостоятельный спектакль «Костик». Крафтовые листья шуршат по-настоящему на сцене осень, только не в усадьбе, а на даче. В главной роли Виктория Исакова, ее Аркадина властная, не очень счастливая и яркая даже в деревенской обстановке. Она, приезжая сюда, к себе в свое родовое гнездо, надевает все то, что она нашла здесь. То есть, когда мы приезжаем на дачу, мы надеваем дачную нашу одежду, вот это примерно так выглядит. Так что она у нас очень эклектичная, очень интересная особа. Новую историю с известными героями, но вечными конфликтами, которые звучат остро, современно и даже провокационно, написал Дмитрий Крымов. Это его первая постановка на этой сцене. Я стремлюсь, чтобы в Театре Пушкина было все самое лучшее, интересное и талантливое. А Дмитрий Крымов на сегодня, наверное, режиссер номер один в драматическом театре. В этой истории герои размышляют о культуре и государстве, о таланте, новом искусстве и совести. Да и талантливый, у вас всех это подошло! Маме, мама... Мама... Сколько, сколько, совесть, мама! Осталось место и для любви. Костик Треблев в спектакле Крымова безрукий драматург с зелеными волосами. Талантливый и отчаянно влюбленный, но, как и столетия назад, и без взаимности. Костя, я люблю ваши мужики. Я люблю вас. Это как бы про правнук или правнук того Костика. А это какая-то двоюродная прапраплемянница той Аркадиной. Но конфликт нового и старого, он, в общем-то, всегда... И все же пронизывающая чеховская атмосфера грусти и иронии осталась. Диалоги современные, зрители остаются в напряжении. Безмятежность сохраняет только один персонаж. В день премьеры только у одного актера спокойствие железное, а вместо роли полная импровизация и свобода действий. На сцену драматического театра имени Пушкина выйдет такой вот обаятельный артист Ньюфаундленд от Рэй. В спектакле зашифрованы метафоры и аллюзии, которые каждый поймет для себя сам. Действие сюжета не ограничивается сценой. Актеры свободно играют в зрительном зале. Много неожиданных визуальных эффектов и решений. Я люблю такой театр, который ты видишь, как из простых вещей вдруг создается что-то восхищающее тебя или поражающее. У нас в открытую происходит перестановка, у нас осень превращается в зиму. Зима эффектно кружится в балетных па. Белье стоит на морозе колом. По сюжету Костик погибает, но и нет. Каждый зритель уносит с собой частичку его таланта и смелости, которая сквозь тоску вселяет надежду. Наталья Тарасова, Юрий Тимошин, ТВ-центр.